Выглядит печально газон, сразу же интересный момент, то есть я должен был 5 метров пройти и идти вон туда на кучу выкидывать, поддыхать, поэтому сейчас эту бесполезную вещь я просто убираю. Как же я не люблю этот момент. Сел аккумулятор, вот такой весной выглядит печально газон, конечно он зарастет, но вот то, что нам нужно убрать будет, это вот это огромное количество сухой травы убрать и провести на время на аэрацию вот таким аппаратом. У него вертикальные ножи, с помощью которых как раз таки мы будем все это дело делать вертикальными ножами, он будет прорезать буквально на пару миллиметров землю для того, чтобы воздух и питательные вещества туда попадали и одновременно вот эту пожухлую старую траву он будет доставать, а затем мы ее с газона уберем. Это все нужно для того, чтобы наш газон начал хорошо расти и чтобы старая трава не мешала его росту. А так вот можно посмотреть место зеленого газона, все желто-серое. Сразу же интересный момент. Идет он с травосборником, вот он есть. Давайте его снимем. Нет, очень хорошо, смотрите, собрал, да, но собрал совсем чуть-чуть, вот сколько я прошел здесь, 15 метров, да, 15 метров, но уже на 5 метрах. Вот сначала он собирает, 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 и через 7 метров травосборник закончился. Он начал валить траву под себя. А что это значит, когда валят под себя? Это значит, что после этого придется еще раз идти газонной косилкой. Вот, а уже ход назад, который я шел, то есть я должен был 5 метров пройти и идти вон туда на кучу выкидывать, да. И уже обратно все, обратно он уже не собирает. Все, он забился полный. Вот. Здесь вообще целиком все это наверху лежит. Это не страшно, это не страшно, потому что вместе с аэратором будет работать газонная косилка. Вот как раз-таки газонная косилка, и я и буду дальше все это собирать. А кроме того, что я еще заметил, это то, что когда травосборник у него забился, закидался, он начинает поддыхать, да. Глохнуть тут не скажешь, это аккумуляторный аппарат, но ему тяжело. Сопротивление большое, травы там много. Поэтому сейчас эту бесполезную вещь я просто убираю и буду работать без него. Это будет быстрее. Я все пройдусь туда-сюда и дальше возьму газонную косилку на полной мощности, пройду и соберу уже в большой нормальный травосборник. Это будет намного эффективнее и правильнее. Сел аккумулятор, вот аккумулятора хватило, если по времени, это 25 минут с разговорами, ну 20 точно чистой работы. Вот, и если по площади, ну, наверное, сотки 3, да, и где-то ровно половина моего участка поставил заряжаться. Вот, и пока что будем пробовать газонную косилку и собрать все это дело. Вот, что делает аэратор. Вот, кроме того, что он аэрирует, кроме того, что он насыщает почву кислородом, питательными веществами доступ, да, вот там, где были кротовые эти норы нарыты, он их тоже, получается, заодно, да, как бы срезает. И где неровности, где-то больше он прореживает, где-то меньше зацепляет землю, и он сам на участке делает его чуть ровнее. Ну, это уже так, дополнительно основное, это, конечно, аэрация и вычесывание старой пожухой травы. Ну, кстати, там осенью я не успел проаэрировать, и по цвету хорошо видно, здесь намного меньше старой травы, там просто все покрыто сплошняком. Осенью шел дождь, поэтому то, что я успел до дождя сделать, я сделал. Все чисто. Погнали дальше. Вот разница видна, здесь чищена, здесь еще и нет. Наша задача максимально много убрать. О, целый, полный травосборник. Это все, что находится на газоне. Соответственно, если это не убирать, а это только пятая, наверное, часть, а то и шестая всего участка, то представьте, вся вот эта трава, она просто мешает росту новой, то есть она занимает место. И газон будет состоять у вас из старой травы, если ее вовремя не выкидывать. Играет музыка. Как же я не люблю этот момент. Вот классическая ситуация. Заполнился травосборник в самом дальнем конце вот компостной ямы. Вот только что он был, показывал, что не заполнился, но я же не знаю, когда он заполнился. Сейчас он заполнился. Вот когда я говорю о том, что газонокосилка и работа с ней, и газон в целом занимает огромное количество времени, я говорю как раз про это. Вместо того, чтобы сходить и сделать полезную работу вперед-назад, мне приходится останавливаться и тратить то же самое время, но только на то, чтобы этот травосборник освободить. Как вы видите, я даже уже немножечко подустал ходить, мне стало жарко, поэтому эта работа тоже, знаете, не на печи лежать. Все-таки достаточно активная. Поэтому вот еще быстрее он забился, потому что здесь трава, в принципе, летом гуще, ну и, соответственно, здесь ее больше, он забивается быстрее. Вот. Но разница уже есть, разница видна. То есть за своим газоном мы потихонечку ухаживаем, и все будет зашлились. Очень удобное опустошение травосборника, но про газонокосилки надо подробнее в следующий раз рассказать, когда уже трава вырастет, и мы будем косить. Напоминаю, что сейчас мы не косим, сейчас мы собираем траву, которую нам вычесал аэратор. Ну вот, но ее обязательно нужно убрать, куда ее. Она будет мешать росту новой травы. Так, ну вот, дело идет, дело идет. Продолжаем работу. Продолжаем работу аэратора. Да, чем-то похоже это на работу граблями, что-то похоже на субботник, да, то есть убираем старую траву, прорезаем землю для роста новой. Вот и все. В общем, все готово, все готово. Вся территория про аэрирована, которую я хотел. Куча травы. И поднимается ветер. Сейчас будет уже скоро дождь, и одна из важнейших рекомендаций – это работа в сухую погоду. К сожалению, так получилось, что дальше, по прогнозу погоды, будет неделя дождей. Поэтому сегодня я экстренно приехал аэрировать. И даже вот сейчас ветер поднялся буквально минуту назад. Холодный, шквалистый, скоро пойдет дождь. А это самое лучшее. То есть есть еще одна рекомендация – постарайтесь аэрировать перед дождем. Да, это нелегко сделать, но я думаю, что как раз у меня это получится. Связано это с тем, чтобы наш травмированный газон сразу полило водичкой. Дальше обещают тепло, дожди, трава попрет вот так. А мы как раз подготовили площадку для роста травы. Вот так вот. Ну что, вот и закончилась работа. Все сделано. Прошло полтора часа. Значит, по аккумуляторам, ну тут так же скажем, на газонокосилке на этот объем его хватило. Там осталось одно деление на аккумуляторе из четырех. Вот. А на аэраторе у нас ушло два аккумулятора. Ровно на всю эту работу. И уже накрапывает дождь. И, как я говорил, очень идеальное условие, когда мы сделали эту работу перед дождем. Сейчас пройдет дождик, потом обещают тепло неделю, и трава попрет. А все, что мы сделали, русскими словами, это субботник. Мы убрали старую траву максимально, сколько получилось. Вот. Причем ушло, собрал я восемь травосборников. Восемь травосборников я не косил. Представляете, я не косил. Это старая трава, которую нужно было обязательно убрать. Если не аэрировать весной и осенью, или хотя бы раз в год, хотя бы раз в год, то у вас вся эта старая трава, она просто будет захламлять ваш газон. И с каждым годом он будет становиться таким. Сейчас, конечно, картина печальная, но она изменится буквально за неделю-две. Наоборот, газон станет насыщенно зеленым, пышным, мягким, красивым. И тогда мы уже приедем именно гасить газонокосилки. Ну вот. По аэратору. Что тут можно сказать? Ну, в принципе, загрязнился немножко. Но все-таки местами сырая была земля. В целом, очень удобный аэратор. Тоже я про него там ничего не рассказывал. Да, он аккумуляторный. Здесь небольшой аккумулятор. Система АК у пушителя. И использовался, кстати, не самый мощный аккумулятор АК-20. Есть еще АК-30. Соответственно, на нем было бы намного дольше. Из элементов здесь, в принципе, у него ничего нет. Кроме травосборника, который, как мы поняли, не особо и нужен ему. Потому что он неэффективен, получается. Ручки складываются. Можете здесь сложить, можете здесь. Без разницы. Есть ручка для переноски. Что тоже удобно. Так как он аккумуляторный, он достаточно легкий. И, в принципе, вместе с газонокосилкой они у меня в легковую автомобиль. В легковой автомобиль вошли. Вот. И единственное, у него есть регулировка высоты ножей. Вот. Если ее крутить, он либо опускается, либо поднимается. Соответственно, ножи ниже или выше будут. Мы изначально в новом аэраторе ставим всегда на самое минимальное положение. А в данном случае оно изначально отрегулировано. Вот так как аэратор работает по земле, ножи постепенно будут у вас стачиваться. И вам придется ее постепенно регулировать. Как определить, нужно ли регулировать сколь чё. Ставим на минимальное положение. Включаем его. Вперед-назад прошлись. Да. Или просто чуть-чуть по земле прошлись. Посмотрели. Если он вообще землю не задевает, значит, чуть-чуть мы его приопускаем. Снова прошлись. Задевает. Этого достаточно. Это не культиватор. Это аэратор. Он должен слегка задевать землю. Чуть-чуть ее надрезать сверху. Вот. Дерн, пленку, которая за зиму или за сезон у нас образуется на газоне. Ну вот. В принципе, полтора часа ушло времени. То есть, минут по 45, наверное, на каждую из операций. Хотя с газонокосилкой чуть дольше. 8 травосборников пришлось выбрасывать. Вот. Ну а теперь осталось агрегаты только помыть. И, в принципе, все. Потому что сейчас уже пойдет дождь. Ну что. Всем пока. Увидимся на даче.